Дать Украине летальное вооружение и ни в коем случае не снимать санкции с России, призвал американский конгресс главный дипломат нашей страны Павел Климкин. Как отреагировали на его слова, Дмитрий Анопченко следил за выступлением министра в Сенате США. В зале послы Польши и Грузии, дипломаты из Латвии, Литвы, Эстонии и министр иностранных дел, который представляет Украину, слушание проводит Сенатский комитет по ассигнованиям, больше известный как Комитет Линдси Грэма по имени его председателя. Влиятельного республиканца, который знаменит тем, насколько жестко отстаивает национальные интересы Америки. Комитет ключевой, ведь без его одобрения бюджет страны не примут. Перед тем, как за него голосовать, а через Сенат в ближайшее время как раз должны пройти несколько бюджетных законопроектов и организовали так называемые слушания о намерениях России в отношении отдельных стран. Формулировка тяжелая и бюрократическая, однако понятно, что имеется в виду. Ведь пригласили представителей Грузии и Украины, стран, которые в разное время были объектом агрессии, и государств Прибалтики, которые боятся объектом такой агрессии стать. Формально все выступающие имеют статус свидетелей. И многие действительно говорили, обвиняя. Украинский министр привел точные цифры, сколько российских подразделений переброшено в Крым и на Донбасс. И попросил сенаторов лоббировать выделение финансовой помощи Украине. Но не только. Я прошу комитета четкой поддержки по целому ряду направлений. Вооружения, которые поставляют США, и военно-техническая поддержка станут мощным знаком Кремлю и дадут Украине возможность защитить свою территорию от российской армии. А главное, пока Россия не освободит украинскую территорию, не может быть никакого послабления санкций. Наоборот, их необходимо усилить. Что показательно, выступление украинского министра открывало сенатские слушания. По неписанной традиции в Конгрессе обычно первое слово дает тому, чью позицию разделяют большинство членов комитета. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.